В городе Полевском, на тамошнем уральском заводе многогранных опор, сокращенно УЗМО, торжественно, с участием областных и городских властей, открылся новый, ну, точнее, глубоко переработанный старый цех горячего цинкования. Новые технологии, новая ванна с жидким цинком на прежних площадях. Один, два, три! Добрый, дали ножницы мне. Вот я с рудрешку продал. Кто-то злоязычный скажет, о, цинкование, понимаем, понимаем, коронапандемия, цинковые гробы, актуалочка. Но на самом деле все не совсем так, а даже совсем не так. Этот завод выпускает различные опоры, лэб, освещение, сотовые связи и так далее, и шумоизоляционные экраны. Горячие цинкования это современная, поистине блестящая технология нанесения антикоррозионных покрытий на разные металлические предметы, что увеличивает ресурс изделия до 25 лет минимум, и при этом, конечно, улучшает его декоративные свойства, его внешность. То есть делает вещь прекрасней. Вообще горячее цинкование это один из видов антикоррозионного покрытия. Есть такая цифра, сегодня смотрел аналитики, говорят, что если взять все металлургические мощности в мире за одно целое, то примерно каждая восьмая донна выплавляет металл, который съедает коррозия. Представляете, какой ущерб экономике наносится коррозия, еще какие-то процессы. Поэтому то, что мы здесь, это продление ресурса, это защитное покрытие, это декоративное покрытие горячее цинкование. Поэтому у нас в промышленном крае это будет востребовано. Есть еще одна цифра, тоже сегодня ее освежил, значит, считают там вес металлоконструкций горячее цинкованных на душу населения на одного человека. В Европе показатель 15 килограмм металлоконструкций на одного человека в год, у нас пока 4. Это значит, есть куда стремиться, да, вы совершенно на правильном пути. Предполагается, что новый цех будет поставлять оцинкованные, читай, нержавеющие металлоконструкции для строительства объектов универсиады 2023, которое, как известно, случится в Стольном Екатеринбурге, а также на объекты промышленного строительства, которые активно возводятся в опорном регионе державы. Не знаю, может сейчас упущу выгоду, не дополучу бабосиков, но хочется предложить заводу два слогана. Завод опор для опорного края. Или так, в связи с новым цехом. За нами не заржавеет. Пожалуйста, пользуйтесь. Новый цех горячего оцинкования – это инвестиционный проект стоимостью 211 миллионов рублей, реализованный при поддержке областных властей, а конкретно Министерство инвестиций, которое изыскало более 200 заемных лямов для строительства нового цеха. Это радостное событие. Мы к нему шли долго. Сопровождение проекта действительно оказывалось силами агентства по привлечению инвестиций в 2019 и 2020 годах. Вы очень много сделали, агентство много сделало, прошли серьезные испытания. В отношении будущего, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куевышева, мы работаем сейчас над тем, чтобы с 1 апреля 2021 года было возможно заключать так называемое соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Ваше предприятие с объемом инвестиций более 200 миллионов, оно очень подходит под эти критерии. И это дает вам ряд конкурентных преимуществ по сравнению с другими предприятиями, включая возможность прямого субсидирования на затраты, которые вы понесли на строительство инфраструктуры. Поэтому, уважаемые коллеги, вот сейчас я бы сказала, что одну часть мы с вами выполнили совместно, и нужно еще посмотреть на ваши возможности по получению следующей меры поддержки. Поэтому давайте начнем работать над другой частью, которая тоже будет служить производственным интересам предприятия и вообще в целом моногорода Полевского. Что еще принципиально важно для Полевского? Новый цех при выходе на проектную мощность даст городу 90 новых рабочих мест. Ну а на стадии разгона в ближайшие три месяца будут трудоустроены 70 человек. А это, читай, 70 зарплат, 70 накормленных семей. В период коронапандемии, когда люди теряют работу, это сверхактуально. Программа «Пятилетка развития губернатора» нацелена на то, чтобы создавать рабочие места. Ну, скажем так, некоторые разделы большой программы. Поэтому мы сегодня видим, что Полевской этой программе соответствует, ее продвигает и способствует тому, чтобы она развивалась. Второй момент – это, если посмотреть на рабочие места не с позиции от слова «работать», а с позиции от слова «благополучие», то это 60 достойных конкурентных заработных плат. И сегодня Полевчанину не нужно... Ну, сегодня рынок работы уже здесь чуть сложнее стал. Искать эту работу где-то, например, в областном центре. Люди здесь, возле своих домов, могут работать, получать зарплату и, соответственно, реализовывать все свои социальные вопросы. Поэтому это для нас очень дорогого стоит. Что важно для государства российского, при выходе на проектную мощь, новый цех будет отправлять в бюджет 30 миллионов рублей налогов ежегодно. Кто-то спросит, ну, а когда цех выйдет на эту самую, как она, эту пресловутую проектную мощность? Ну, конкретная дата не называется, но специалисты уверяют, что в самое ближайшее время цех будет выпускать одну тысячу тонн оцинкованных изделий в месяц. Ну, арифметика подсказывает, что 12 тысяч тонн в год. А проектная мощность 30 тысяч тонн горячо, при температуре не менее 444 градусов по Цельсию оцинкованных изделий в год. Ну что ж, новый цех открыт, он начал функционировать, значит, рано или поздно он выйдет на проектную мощность. И наша область получит чуть больше цинка. Ну, выходит, этакая витаминизация региона, что-то из цикла от А до цинка. Главное, что оцинкованная продукция востребована, и расчеты говорят, что спрос на нее только будет расти. Да здравствует горячее цинкование, а между прочим, некоторые любят погорячее. Some like it hot. Хотя тут совершенно другое кино. В новом цехе запросто могли бы снять второго терминатора, ну, тот, который судный день. Там, где 101-я модель под бессмертную музыку умирает в жидком металле. Хотела сказать рада, что открывается третье производство горячего цинкования в Свердловской области. Это редкая услуга, ближайшая у нас в Самаре, за тысяча восемь километров отсюда. Поэтому очень мы рады, да, мы рады, что будет здесь вот именно такая услуга оказывается. К тому же у вас очень такая уникальная продукция выпускается предприятием, да. Значит, к тому же у нас есть и приоритет, это освоение севера. Приоритет поставлен президентом Российской Федерации, и мы надеемся, что продукция, которую предприятие будет выпускать, она будет востребована в том числе при освоении вот этих вот северных арктических территорий. Там где-то в других регионах, даже соседних, пустота по горячему цинкованию, поэтому нам повезло, не конкурируйте. Ну и так, в качестве так немножко, чтобы вас насторожить, я еще когда вы начинали работать, не знаю даже сколько лет сейчас пытался посчитать, там 7-12 я с вами работал, были вопросы по качеству. Я надеюсь, что сейчас все замечательно, поэтому надо стремиться вперед, надо развиваться, ну и вот в такой праздничный день в этой торжественной обстановке со вторым днем рождения вас, ну а что?